В рамках предстоящего саммита организации тюркских государств состоялась и 11-я встреча министров экономики и торговли. Стороны определили наиболее эффективные пути укрепления взаимодействия для ускорения экономического развития всех стран-участниц и наблюдателей. Также обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества. О ключевых аспектах, затронутых в рамках переговоров, расскажет наш корреспондент. Участники встречи, прошедшей в преддверии саммита, рассмотрели основные направления взаимодействия. В приоритете укрепление торгово-экономических святей, сотрудничество в сферах цифровых и зеленых технологий, транспорта и коммуникации. Отдельно остановились на некоторых аспектах транспортировки грузов. Транспортные издержки стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, в большинстве случаев достигают 60% от стоимости импортируемой продукции. Создание же удобных, доступных транспортно-логистических коридоров позволит снизить расходы. Увеличить товарооборот будет способствовать повышению эффективности экономик стран, участвующих в этом процессе. Будет способствовать повышению эффективности экономик стран, участвующих в этом процессе. Этот вопрос будет включен в стратегию содействия торговли, подписание которой планируется на полях предстоящего саммита. Речь шла и о ее последующей реализации, которая, по мнению экспертов, даст мощный толчок к дальнейшему развитию и углублению торгово-экономических отношений стран тюркского мира. По показателям взаимной торговли с Узбекистаном среди стран-организаций тюркских государств, лидирует Турция, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан. При этом большая часть грузоперевозок Узбекистана осуществляется автотранспортом. Совершенствование же системы грузоперевозок позволит нашей стране выйти к морским портам, соответственно, снизив расходы за перевозку транзитных грузов. По инициативе Республики Узбекистан создается организация по анализу взаимного товарооборота, по импортозамещению, то есть это говорит о том, что мы готовы наращивать взаимный товарооборот посредством импортозамещения. Полностью поддерживаем создание такого центра. Кроме того, индустриально-технический центр рассматривается. Но основная проблема – это упрощение процедур торговли, снятие каких-либо ограничений. В целом, товарооборот со странами, организаций Тюркозидычных государств с каждым годом растет динамичным темпом, в среднем где-то 20%, если касательно Кыргызской Республики. Я думаю, что потенциал у наших стран очень огромен в этом направлении. Значительно ускорить процесс транспортных операций и увеличить товарооборот помогает широкое использование информационных технологий. В качестве примера приводилась система электронного обмена бланками разрешений Е-Пермит между Узбекистаном и Турцией. В этом контексте были рассмотрены дальнейшие совместные планы по внедрению инноваций из цифровых технологий. Сегодняшняя встреча перед саммитом имеет важные значения, и результаты выгодны для каждой страны в рамках организации. Мы определили направление нашего взаимного экономического сотрудничества. Подписано несколько важных соглашений об упрощении процедур торговли, о создании торговых домов. Данные соглашения расширяют возможности для создания новых межгосударственных совместных инвестиционных проектов. Это большая программа. Инициатива, которая была выдвинута президентом вашей страны, поддержана лидерами других стран-членов организации. Подытоживая, я хотел бы подчеркнуть, что в Узбекистане встреча проводится впервые, и сегодня ваша страна становится площадкой для важных инициатив, которые также послужат повышению престижа страны. Предметом обсуждения также стало создание центра инжиниринга и технологий, что наряду с другими инициативами позволит учредить новые форматы многовекторного сотрудничества, укрепить институциональный и практический потенциал организаций тюркских государств. В числе других озвученных предложений – ускорение подписания соглашения о создании инвестиционного фонда, призванного стать прочной основой для реализации крупных совместных проектов.